Встречайте умную почту Mail.ru. Она сама распределит письма по темам. Умный календарь напомнит о важном событии, а облако автоматически сохранит нужные вложения, чтобы они всегда были под рукой. Почта Mail.ru. Умная почта для твоих дел. Представьте, перед вами стоит задача. Доставить ценный груз из пункта А в пункт Б быстрее, чем это сделает соперник. Действовать надо быстро, и вы принимаете решение ехать по знакомому маршруту. Соперник стартовал с вами из одной точки, но в итоге ему удалось перейти раньше. Почему? Скорее всего, соперник знал то, чего не знали вы. Он видел ситуацию шире и выбрал более рискованный, но короткий маршрут. Пока вы пытались придумать, как решить задачу, что-то сужало ваш угол зрения и не позволяло увидеть всю картину происходящего целиком и правильно оценить риски. То же самое происходит с главным героем фильма «Револьвер» Джейком Грином. Его цель – отомстить человеку, из-за которого он попал в тюрьму, и вернуть то, что принадлежит ему. Однако долгое время он не может адекватно оценить всю картину происходящего и посмотреть на нее стратегически. Стратегическое мышление – важный и полезный навык, который может пригодиться не только в сфере бизнеса, но и в построении коммуникации. Стратегическое мышление хоть и является рациональным, однако отделимо от наших эмоций и переживаний, личного опыта и обстоятельств. На примере фильма «Револьвер», а также других фильмов и медийных личностей давайте проанализируем, как устроено стратегическое мышление и что может стать препятствием на пути к его развитию. Давайте проследим, какой ментальный путь проходит Джейк Грин, чтобы возвыситься над ситуацией, в которой он оказался. Как он осознает свое положение и переходит из ранга жертвы в ранг победителя. Вот несколько интересных фактов о фильме «Револьвер». Пачка купюр, которую нюхает Ави, это купюра по 12 долларов. На надписях также написано «12». В реальности они не существуют. Также еще один момент, который можно понять только если смотреть фильм в оригинале. Рикки Гровер озвучил свой голос плохо. Он звучит, как кто-то из фильма «Брюса Линь». Вы можете услышать его настоящий голос в книжном магазине Блэка. Смотря фильм в дубляже, мы можем не понять некоторых мыслей, которые заложили авторы фильма на самом деле. Даже интересные факты о фильмах в первую очередь сначала появляются на зарубежных ресурсах. Знания английского языка расширяют не только возможности восвоения зарубежного кинематографа. Помимо этого, ведущая информация о различных исследованиях чаще всего представлена на английском языке. Если вы уже давно думаете начать изучать английский, но все откладываете это дело или ищите по-настоящему ценный способ его освоить, то рекомендую онлайн-школу Wall Street English. Wall Street English – крупнейшая международная школа с 50-летней историей и опытом преподавания, которая использует уникальный смешанный метод изучения английского. На протяжении всего курса обучения вас поддерживает персональный наставник и целая команда специалистов сервиса. Wall Street English предоставляет финансовую гарантию результата, а по завершению курса обучения вы получите диплом международного образца, подтверждающий уровень владения английским языком. Школа использует специальную международную систему Global Teaching Community, благодаря которой студенты Wall Street English по всему миру могут посещать занятия с носителями языка и безгранично общаться на английском в любом месте и в любое удобное время. Ведь записи на уроки доступны 22 часа в сутки. Обучение проходит в формате онлайн. В апреле по моему промокоду MENTAL вы можете получить специальный курс безлимитного английского со скидкой в 20%. Приходите по ссылке в описании и начните учить английский с Wall Street English. Композиционный револьвер подобен шахматной игре. Каждый эпизод является ходом той или иной стороны. И от каждого эпизода зависит исход всей партии. Делая ходы, игроки демонстрируют свой уровень владения стратегическим мышлением, умением прогнозировать будущий сценарий развития событий и выбирать наиболее эффективные, исходя из имеющихся ресурсов. Достигнуть желаемой цели можно и без стратегии. Однако, полагаясь на другие факторы, например, на свои навыки или просто на удачу, и не связывая все возможности и риски воедино, можно совершить ошибку. Результат действий становится непредсказуемым, и им труднее управлять, особенно если силы соперников неравны. Стратегия помогает систематизировать имеющиеся ресурсы и заставить их работать совместно. Понятие стратегического мышления до сих пор не изучено до конца. В частности, у исследователей расходится мнение насчет того, можно ли стратегическое мышление вообще развить. Одни считают, что стратегическим мышлением могут обладать не все, а лишь 10% людей. По мнению нейропсихолога Элхана Нат Голдберга, это люди, обладающие способностью к визуальному представлению и восприятию информации. Другие утверждают, что стратегическое мышление подается развитию. Но и в том, и в другом случае авторы признают, что определенный уровень навыков стратегического мышления достигается за счет практики. Человека, который обладает стратегическим мышлением, отличает умение формировать видение будущего. Он не только четко представляет, что произойдет завтра, но и может объяснить и продемонстрировать свое видение другим. Вот так компьютеры выглядят сегодня. А сейчас я покажу вам, как они будут выглядеть завтра. Стратег может дать понятный ответ на вопрос, чего нужно добиться в будущем и что для этого надо сделать сейчас. Кажется, нет ничего сложного в том, чтобы поставить себе цель. Многие ставят цели на года и десятилетия вперед. Однако постановка цели – это только часть всей картины. Для успешной реализации важно не только поставить цель, но и продумать шаги ее достижения. Цель, поставленная для одного человека, группу людей или целой компании, должна обладать важным критерием – реализуемостью. Я хочу построить империю. Несмотря на критерии реализуемости, цели порой бывают крайне сложные. Даже при детальном расчете трудно спрогнозировать, удастся ли их достигнуть. Илон Маск уже достиг многих своих целей. Основал собственные компании по производству электромобилей, строительству тоннелей и созданию космических кораблей. Однако остается загадкой – сможет ли он создать на Марсе самостоятельную цивилизацию. Но он располагает нужными ресурсами и временем, так что в его случае вероятность реализации цели повышается. Цель, которую ставит стратег, возможно выполнить, так как он обладает для этого подходящими ресурсами и устанавливает адекватный срок исполнения. Если цель изначально поставлена неправильно, то есть она не соответствует имеющимся ресурсам и не может быть выполнена в установленный срок, то достигнуть ее будет сложно, если не невозможно. Майкл Корлеоне, разбор которого уже был на канале, стремился перевести бизнес семьи в легальное поле. Но эту цель было невозможно реализовать до конца, ведь, несмотря на желание оборвать связи с криминалом, Майкл продолжал сотрудничать с людьми из преступного мира, и вложения в благотворительность не сделали его бизнес законом. Стратегическое мышление отличается твердостью и целенаправленностью. Шаги, нужные для реализации цели, рассчитываются так же тщательно, как и сама цель. При этом, даже если цель поставлена и шаги к ее достижению выработаны, это не отменяет того, что стратег может быть гибким в своих суждениях и уметь перестраиваться, адаптируясь под обстоятельства. Стратегическое мышление предполагает анализ разных сценариев того, как будут развиваться события, в том числе сценариев, сопряженных с рисками. Стратег стремится предугадать, какие проблемы могут возникнуть в будущем и решить их еще до возникновения. Что ты делаешь? Ты хочешь быть президентом США или безмозглым овощем, напичканным трупками? Я все же рискнул. Я же сказал, у тебя ни единого шанса, твоя лаборатория закрыта. А ты не думал, что у меня могут быть сразу несколько лабораторий? Он оценивает риски и пытается понять, если среди них такие, которые могут серьезно помешать воплощению цели. Стратег будто стремится сделать воображаемое настоящим. Он представляет ситуацию, в которой потенциальный риск стал реальным, и на основе этого продумывает возможные решения и способы минимизации риска. При этом нередко стратег и сам может принимать рискованные решения, если более проблемный путь поможет достичь цели быстрее или приведет к более значимым результатам. Но я лучше рискну, представив наше видение, чем стану выпускать вторичный продукт. Человек, обладающий стратегическим мышлением, для анализа рисков и результатов своих шагов применяет генерирование гипотез. Иными словами, он отвечает на вопрос, что будет, если... Стратег, как правило, не разрабатывает только один план действий. Одна из его целей — продумать множество стратегий и выбрать наиболее эффективную, объединить сильные стороны разных планов и использовать их себе на пользу. В этом помогает оценка альтернативных стратегий. Игнорирование альтернативных стратегий не всегда опасно, но бывают случаи, когда оно приводит к краху, как, например, произошло с Уолком с Уолл-Стрит. В момент, когда на Белфорта вышли агенты ФБР, у него был шанс оставить компанию, но при этом сохранить свои деньги и передать управление близкому другу. Но из-за своей жадности и амбиции Белфорд этот вариант проигнорировал, а позже сел в тюрьму. А знаете... Я не уйду. Не дождутся, суки! Главное, что отличает человека со стратегическим мышлением, умение создавать новое видение привычной ситуации. Если другие люди вокруг стратега видят только один вариант развития событий, то есть находятся в двухмерном пространстве, то стратега обладает способностью перемещаться в трехмерное пространство. Это позволяет ему ориентироваться лучше, чем в двухмерной плоскости. Само стратегическое мышление — это умение перейти в пространство в большей размерности по сравнению с тем, в котором мыслят другие люди. Майкл Пирсон из фильма «Жентльмены» смог придумать неочевидную схему укрытия своего наркобизнеса и поэтому преуспел больше, чем конкуренты. Ему помогло то, что он был американцем. Его взгляд на видение бизнеса в Англии отличался от взгляда местных жителей. Это сделало его стратегию уникальной и эффективной. Нет, тут нужен творческий подход, свое видение. В этой стране проблемы с землей, я очень мало. А население имеет право прохода сквозь любую частную собственность. Чтоб понять человека, надо понять его культуру. Вся это знать — земли куча, а бабла ноль. Стратегическое мышление включает в себя довольно много навыков. Если обобщить вышеперечисленное, стратегическое мышление сводится к умению отвечать на три ключевых вопроса. Что происходит вокруг? Какие в этом для меня риски? Что я должен делать? Может ли ответить на эти вопросы Джейк Грин? С самого начала он представляется нам как человек уверенный и целеустремленный. Вначале Джейк с легкостью побеждает своего главного врага — преступного босса Мака — и забирает его деньги. Однако после этой победы не все складывается для Джейка гладко, несмотря на разработанную стратегию познания в областях шахмат и теории игр, усвоенные в заключении. Что же мешало Грину быстро реализовать свой план вместе и почему ближе к концу фильма его стратегия изменилась? В поведении Грина можно проследить элементы стратегического мышления, но далеко не все. Некоторых элементов у него нет, хотя он думал, что обладает достаточным опытом. О начальном этапе Джейк имеет цель и знает способ ее реализации. Но он недостаточно гибок, чтобы построиться под ситуацию, не оценивает риски своих действий и не рассматривает альтернативные стратегии. Время, проведенное в одиночестве, позволило Джейку сконцентрироваться на выведении формулы, которая поможет одержать победу в любом стратегическом сражении. Они стремились найти решающую комбинацию, чтобы выиграть в решающей игре. Они всегда думали быстрее и смотрели дальше. И вот они решили, что универсальная формула найдена. Обладание этой формулой интеллектуально сделало Джейка сильнее, но ментально он все еще оставался слаб. Несмотря на внешнюю сдержанность и холодность, внутри Джейк вспыльчив и эмоционален. Один бравый ковбой стал открывать рот. А со мной не проходят такие шутки. Если ты еще раз щелкнешь мне пальцами, я тебе их нахрен переломаю. Джейк знает, насколько точная и беспроигрышная его формула работает в шахматах. Шах. В тюрьме у него была возможность испытать ее на игровом поле. Но в жизни правила ее использования несколько изменились, поэтому много времени ушло на адаптацию. Джейку только предстоит ответить на три главных вопроса. Что происходит вокруг? Так какой во всем этом смысл? Какие в этом для него риски? А вдруг меня все-таки разводят? А вдруг меня дурят? Что он должен делать? И какого хрена мне сейчас так тошно? Джейк соглашается на условия игры Зака и Ави, хотя внутренне сопротивляется этому. Вы думаете, я расстанусь со своими честно заработанными деньгами в обмен на пачку сфабрикованных анализов? Для полного понимания картины стоит отметить, что Зак и Ави не реальные личности и не плод воображения героя. Они материальное воплощение ментальных процессов, происходящих в голове Джейка. Они символизируют его сомнения. На пути разработки успешной стратегии Джейк неумолимо столкнется со своими страхами и начнет бороться с ними. Зак и Ави являются физическим отражением этой борьбы. Когда Джейк боится заходить в лифт, Зак насильно удерживает его. Подобно тому, как мы заставляем себя побороть иррациональные страхи, когда осознаем их. Я хочу выйти. Никуда не пойдешь. Я должен выйти. Я сказал, останешься в лифте. Я пойду по лестнице. Никуда не пойдешь. Джейк ненавидит Зака и Ави потому, что из-за них ему приходится смотреть в лицо своим слабостям, да и в целом признавать их наличие. А мысль, что своими деньгами я помогаю двум этим скотам, никак не облегчает ситуацию. Зак и Ави выдвигают Джейку условия сотрудничества, на которые он должен беспрекословно согласиться. Суть этих условий в том, что Джейк должен превзойти себя. Ему нужно перезапустить себя и все начать с нуля. Мы выдаем вас досуха. Вы нам отдадите абсолютно все, что у вас есть. Также Джейк должен строго следовать указаниям Зака и Ави, будто прислушиваясь к голосу своего подсознания. Вы действуете, как мы вам говорим, без возражений. Это условие включает и ответы на все наши вопросы. Джейк не знает, куда этот голос в итоге его приведет. Действия Зака и Ави кажутся бесполезными и абсурдными. Это пугает Джейка и заставляет сомневаться. Он сталкивается с еще одним своим страхом. Страхом неизвестности. Джейк еще не знает, что действия Зака и Ави обретут смысл позже. После того, как Джейк узнает, что скоро умрет, он понимает, что новую стратегию надо формировать быстро и решительно. Но на пути его победы – бессознательные установки, которые мешают трезво оценивать ситуацию. Во-первых, Грин стремится вернуть долг. В его создании закреплена установка – если у него что-то отняли, он должен вернуть это в большем размере. После освобождения из тюрьмы, Грин через посредников отнимает деньги у Мака. Дай им в долг. А ты снова начал играть и заработал кучу денег. Ты разбогател. И через год у тебя было столько денег Эдди, точнее денег Мака, что ты мог бы купить все отели. Во-вторых, Грином движет желание отомстить. Он убежден, что попал в тюрьму именно из-за Мака и еще не осознает, что виноват в этом сам. А я потерял чувство юмора из 7 лет жизни, потому что так и не сказал, что это Мака организовал ту игру. Эта установка подводит Грина к мысли, что если кто-то доставил ему крупные проблемы, он должен обязательно за это отомстить. Мака должен заплатить за все. В-третьих, Грин страдает от клаустрофобии. Я по лестнице. Иррациональный страх Грина также можно рассматривать как внутреннюю установку. Замкнутое пространство несет опасность, значит, его надо избегать, даже если это приносит неудобства. Бессознательные установки есть, если не у всех, то у большинства. Бессознательны они потому, что прививаются в раннем возрасте и воспринимаются как собственные суждения. Хотя на самом деле это не всегда так. Зачастую установки не идут на пользу, а приносят вред и функционируют как блоки, мешающие достижению желаемой цели. К примеру, у человека есть стремление заниматься каким-то видом творчества, будь то это рисование или музыка. Может он и не станет знаменитым художником или музыкантом, но само это занятие сделало бы его жизнь интереснее и красочнее. Однако у него есть установка, если что-то делаешь, нужно делать это хорошо или не делать вовсе. Поэтому он лишает тебя возможности заниматься творчеством, думая, что у него все равно не получится. В фильме Форест Гамп у лейтенанта Дэна есть установка, что он может быть полезен обществу только на поле боя, так как все его предшественники погибли в бою. Он был потомственным военным. Кто-нибудь из его семьи сражался, погиб в каждой американской войне. Но Форест спасает его от смерти и таким образом нарушает эту установку. Долгое время Дэн ведет затворнический образ жизни и ненавидит себя, считает себя бесполезным. И только спустя время, благодаря Гампу, понимает, что может быть полезен не только как боец, а его жизнь может проходить не только на поле боя. Спецзаказ. Титановый сплав. Его используют в космических шаттлах. Волшебные ноги. Подробные разборы этой картины можете посмотреть в рекомендациях. Установки прочно укореняются в сознании и влияют на течение жизни. От них трудно избавиться по нескольким причинам. Установки дают ощущение выгоды, но эта выгода мнимая и на самом деле не приносит пользы. Еще пример. В сознании человека закреплена установка, что курение помогает ему расслабиться. Поэтому он продолжает курить, даже если хочет бросить. Сама эта установка нелогична, ведь исследования показывают, что курение не расслабляет нервную систему, а наоборот угнетает. Мнимая выгода может долгое время не позволять человеку осознавать вред своей установке. Также от установок трудно избавиться еще и потому, что сознание постоянно находит им подтверждение. Человек, убежденный в том, что другие люди по природе лживые и жестокие, будет замечать в своей жизни только таких людей. При этом игнорируя то, что в мире много людей доброжелательных и открытых. В моей жизни, честно говоря, столько некрасивых ситуаций, что очень много обманывали, очень много кидали. И близкие, и друзья, и знакомые, и что только не было. У Джейка Грина также есть бессознательные установки. Мы не знаем, откуда они появились, но мы видим, как они мешают ему достигнуть цели, влияют на его мышление и поведение. Установка о месте, хоть и кажется логичной, на самом деле не несет себе никакой пользы. Грину выгодно считать Мака своим главным врагом и винить его в том, что из-за него начались проблемы. Это позволяет Грину избегать столкновения с самим собой. Но в одном из эпизодов мы видим, что именно вспыльчивое поведение Джейка и стало причиной его заключения. В ситуации, где стоило сдерживать эмоции, Джейк дал волю агрессии. Для осознания своих установок Джейк стремился доказать всем свою правоту, стремился возвыситься над другими через силу. Но такое поведение далеко не всегда приводит к победе и может даже иметь обратный эффект. Через пару метров он прошел, потерял сознание, пару месяцев комы, внутреннее кровоизлияние. Молодой пацан, ему было вроде лет 18 тогда. Даже когда Грин мстит Маку через посредников, выкачивает из него деньги и за раз отыгрывает крупную сумму, его цель все равно не достигнута, а риски не просчитаны. Грин только наживает себе врага, с которым будет вынужден продолжать борьбу, пока один из них не погибнет. Найди этого Грина и верни мой порошок! В бессознательной установке тихий и незаметный враг. Мы не ощущаем их влияние, но они формируют нашу жизнь и влияют на взаимодействие с людьми. Чтобы побороть бессознательные установки, их сперва нужно переосмыслить, понять, что они вообще есть. Сделать это психологически трудно, так как нередко установки сопряжены с внутренними страхами. Джейк Грин, борясь со своим бессознательным, бросает вызов страхам и решает изменить стратегию игры, все больше приближаясь к осознанию, что его главный враг он сам. В ту ночь, когда Джейк участвовал в игре, организованной Мака, им руководил не только неосознанные установки, но и страхи. Но он не боялся людей вокруг, не боялся опасной обстановки или проигрыша. У Джейка есть два основных страха, которые помешали тогда и которые мешают его развитию в целом. Это страх унижения и страх лишения. А я знаю, ничто не ранит больше, чем потерять денег и унижения. И страх унижения и страх лишения задевает самую уязвимую часть психики – эго. Часто слово «эго» используется как синоним «высокомерие». Также и в фильме эго героев представлено как их отрицательная сторона, которая ведет к жадности и корысти, толкает на подлые поступки. Эго порой заставляет нас думать о самих себе лучше, чем есть на самом деле. Эгоцентричный человек верит, что его представление о мире и есть мир. И он пытается убедить в своей правоте других. Если же кто-то ставит его картину мира под сомнением, это воспринимается как нападение и попытка разрушить его личность. Нет, ты точно не знаешь, с кем ты разговариваешь. Мне не грозит опасность Скайля. Я сам опасный. Если человек всецело отдается контролю эго, он начинает жить в мире собственных иллюзий, которые не всегда отражают реальное положение вещей. Эго – это самый лучший уверенность, который мы бы ни могли бы представить. Джей Грин наинополагал, что универсальная формула сделает его непобедимым в любой ситуации. Но столкновение с собственными страхами напомнило ему, что его представление о самом себе было иллюзией. Здесь стоит отметить очень важный момент. Понимание эго исключительно как негативной стороны личности не совсем точно. Эго может быть не только врагом, но и союзником. Эго помогает нам отделить себя от других людей, осознать себя как полноценную автономную личность. Оно позволяет взаимодействовать с окружающими. С одной стороны, отстаивая свои интересы, а с другой, уважая чужие мнения и порядки. Эго нехорошее и неплохое само по себе, но оно может обернуться для человека и чем-то хорошим, и чем-то плохим. Поэтому, обращаясь к эго, важно удерживать равновесие. Не отдаваться всецело власти эго, но и не отказываться от него полностью. В «Револьвере» по большей части эго показываются зрителям именно как враг главного героя, которого, впрочем, можно победить и подчинить, если побороть страхи и бессознательные установки. Джейк встает на «путь борьбы», а его проводники Зак и Ави, мастера шахмат и разведок, подталкивают его и направляют. Первый страх, который предстоит побороть Джейку – страх лишения. «Мы выдаем вас досуха. Вы нам отдадите абсолютно все, что у вас есть». Самое дорогое, что есть у Джейка – его деньги. Их потерять он боится больше всего. Когда Зак и Ави вынуждают Джейка отдать все деньги, он ощущает себя в положении беспомощной жертвы. «Я словно в гипнозе. Застрял где-то между молотом и наковальней». Страх лишения тесно связан с зависимостью от вещей или людей, которых человек боится потерять. Джейк зависим от своих денег, так как именно они дают ему статусность и некоторый уровень влиятельности. С ними Джейк чувствует себя королем. «Я богат?» «Да, я охренительно богат». Но потеряв их, станет пешкой. «Я сломлен. Они нашли мое слабое место». Отказ от денег дается Джейку с трудом. Страх потери рисковывает его мышление, не позволяет рассматривать более рискованную, но действенную стратегию. В случае неудачи Джейк лишится денег, и поэтому долгое время предпочитает не менять план действий. Потому что для него это риск. Только полностью потеряв то, что Джейк боится лишиться, он избавляется от оков страха. Он меняет свое отношение к деньгам. Теперь он их не теряет, а отпускает. Второй страх, который предстоит побороть Джейку – страх унижения. Мы уже видели, как Джейк ведет себя в ситуации, когда задевает его достоинства. «Очень смешно, Джордж». «Теперь моя очередь судить». Унижение – это форма психологического насилия, которое может проявляться в разных формах. Человека можно унизить, если уменьшить значимость чего-то важного для него. Уолтер Уайт унижает ситуацию, в которой люди не признают его интеллектуальные способности. «Так что этот твой гений, возможно, еще на свободе». Джейка унизило то, что он счел публичным высмеиванием. Но больше всего его ранил несправедливый расклад ситуации. Джейк не дал показаний против Мака на допросе и не подставил других людей. При этом Мака остался на свободе, а он сел в тюрьму. Джейка задевает и унизительное отношение Мака к нему. Мака считает Джейка своим подчиненным – простой пешкой. Джейк же хочет доказать ему, что он стал королем. «Мы оба знаем твои способности, Джейк. Ты человек, которому нужен хозяин. Ты наемный работник». Попросить прощения у Мака за свою ошибку означало бы для Джейка абсолютное унижение его достоинства. Но Джейк решает выбить клин клином и сам приходит к Мака. В этот момент его внутренняя борьба не прекращается. Эго пытается остановить его. «Он твой настоящий враг, Джейк. Он, а не я». «Не слушай его, Джейк. У тебя есть пистолет. Воспользуйся им. Он поступил бы с тобой так же, Джейк». «Если ты не можешь это сделать, значит, ты не свободный человек». Именно Эго пытается отговорить Джейка от совершения этого поступка. Джейк – человек гордый. И его Эго эту ситуацию рассматривает как унижение. «Мистер Мака, прошу прощения, что мне пришлось вас разбудить. Приди в себя, Джейк. Что ты делаешь, Джейк? Перестань, только не присмыкайся». Но чтобы побороть страх унижения, выбить клин клином недостаточно. Нужно не только сделать то, что считается унизительным, но и не потерять при этом собственное достоинство. «Простите за все, что я говорил, и что обманом забрал у вас деньги. Хочу, чтобы вы простили мою глупость». Извиняясь перед Мака, Джейк на самом деле побеждает свою гордость, которая мешала ему и не позволяла быть достаточно гибким в своих решениях. Джейк остается в выигрышном положении. Достоинство в этой ситуации теряет Мака, который думает, что Грин что-то замышляет против него. «Бойся меня». Победа над страхом унижения открывает для Джейка новые горизонты. Его угол обзора расширяется. Это позволяет Джейку использовать другой свой страх – страх потери – как тактическое преимущество. Больше не боясь потерять свои деньги, Джейк жертвует их на благодоворительность. Но делает это от лица мистера Мака, чтобы окончательно сбить его с толку. «Мы уверены в том, что за всем стоит Грин. Это он, а не лорд Джон, увел у вас порошок. Это он играл с нами. И с вами тоже». Джейк страдает от клаустрофобии, и с ним случается то, чего он больше всего боялся. Он застревает в лифте. Эпизод в лифте ярко демонстрирует парадоксальную истину. Чем больше мы чего-то боимся, тем больше вероятность, что это произойдет. Клаустрофобия является метафорой, символической трансформацией личности Джейка. Джейк переосмысливает свои страхи, понимает, что они существуют только в его голове, и что именно они ограничивали его. Он борется со своим эго и побеждает. «Я больше тебе не подчиняюсь. Я сам буду тобой управлять». Джейк не был достаточно гибким в своих суждениях, но после отбрасывания бессознательных установок и борьбы со своими страхами, он смог расширить угол зрения. Только после избавления от страхов у Джейка появляется возможность переосмыслить свою стратегию, возвыситься над ситуацией и победить. Но побеждает он не мнимого соперника, которым считал Мака, а самого себя. Мака теперь нужен ему лишь как средство борьбы, но не цель. «Используй того, кого считаешь своим врагом для уничтожения истинного противника». Джейк осознал, что ему не нужно мстить, чтобы добиться цели. Он рассмотрел другие пути ее достижения. Избавившись от блоков, которые мешали ему мыслить, он стал свободным. Джейк оценил риски и продумал пути борьбы с ними. Придя к Мако, он осознавал, что Мака может убить его, и тогда любые извинения будут бесполезны. Но более рискованный путь привел Джейка к более значимому результату. Джейк избавился от контроля своего эго над собой, а Мака, наоборот, еще больше стал подчиняться своему эго. «Я их прикончу. Я их всех прикончу. Нет, это они будут первыми. Они меня уничтожат. Возьми, возьми свои слова назад. Умоляй, умоляй ее обращение». Теперь Джейк до конца овладел навыком, который связывает все компоненты стратегического мышления. Самоконтроль. Джейк контролирует свои мысли, эмоции и поведение. Он не подается непредсказуемым импульсам и в стрессовой ситуации сохраняет хладнокровие. Хоть внешне Грин выглядит спокойно, он не подавляет свои эмоции, а проживает их. Суть самоконтроля заключается не в подавлении себя и своих эмоций. Человек, обладающий самоконтролем в трудные моменты, может совладать с собой и переключиться с самой проблемы на поиск ее решения. Самоконтроль не избавляет от трудностей, а помогает легче их переносить. К слову, в Ментал Подписке есть курс, который раскрывает эту тему еще глубже. Ссылку я на всякий случай оставлю в описании. Джек не на словах, а на деле превращается из пешки в короля. Он окончательно перестает быть жертвой обстоятельств и становится тем, кто эти обстоятельства контролирует. Ему удается это сделать только, когда ему не мешают ни эмоции, ни установки, ни страхи. Теперь он может ответить на три главных вопроса. Что происходит вокруг? О, я знаю, что ты до сих пор там. Какие в этом для меня риски? Рэчел, посмотри на меня. Что я должен делать? Мои глаза открыты, отваливай, уходи. Найди кого-нибудь другого, кто станет набивать тебе мошну. Того, кто не почувствует твоего приближения и не поймет, когда ты окажешься рядом. Композиция револьвера устроена таким образом, что все действующие герои являются символами чувств, человеческих пороков или психологических явлений. Джек Грин – самосознание и здравый смысл. Зак и Ави – логика и интуиция. Мистер Мака – жадность. И, наконец, Мистер Голд – алчность. Центральными злодеями являются Мака и Сэм Голд. Причем их негативные черты крайне гиперболизированы. Мака – человек, порабощенный собственным эго. Мака демонстрирует нам то, что могло бы стать Джеком Грином, если бы ему не удалось побороть свои бессознательные установки и страхи. Мака буквально отражает то, как могли бы выглядеть жадность, злость и обида. Когда в нем возникают эти чувства, он не контролирует их, а позволяет им прорасти внутри себя, дать корни и развиться. Из-за этого эти чувства становятся все сильнее, а Мака теряет способность бороться с ними. И его жадность и алчность не знают предела. Так, берите утилизаторы этого биггенса и столько людей, сколько нужно. Пора с этим кончать. Действие Мака – это, если можно сказать, антистратегическое мышление. Узнав о проблеме, Мака тут же бросается решать ее в лобовую, не оценивая риски и альтернативные пути решения. И самое главное – порошок достань. Мне плевать, откуда он возьмется и сколько будет стоить. У Мака нет и самоконтроля. Жадность и злость управляют им больше, чем он управляет сам собой. Я хочу с ним работать и на этом зарабатывать. Ясно? Мака постоянно подается соблазнам, будь это соблазн легких денег или соблазн устранения лишнего соперника. Мир, в котором мы живем, насквозь пропитан на различного рода соблазнами. И есть множество моментов, когда проявляется непреодолимое желание поддаться сиюминутному чувству. Может показаться чем-то незначительным, например, один раз обмануть другого человека, чтобы получить какую-то выгоду. И пообещать себе больше этого не повторять. Но если позволить этому соблазну управлять собой, то в следующий раз будет гораздо проще поддаться, чем остановить себя. Противостоять соблазнам трудно. Они ведут к тяжелым последствиям, но они не ощущаются в данный момент времени. Борьба с соблазнами забирает много сил. В итоге иногда легче сдаться, чтобы снять напряжение, чем долго сопротивляться своим импульсивным желаниям. Это происходит и с Мака. Он идет на поводу у соблазнов, вместо того, чтобы оградить себя от них. Он жесток, безрассуден, зависим. Но самое страшное в нем не это, а то, что он всеми силами пытается впечатлить Сэма Голда и угодить ему. Меня сама судьба привела к мистеру Чернокнижнику. Всему миру известно, что он сам всегда ведет игру. Голд не дает второго шанса. В фильме загадочный Сэм Голд на экране не появлялся ни разу. Человек тайна. Человек туман. Человек загадка. Сэм Голд нереальный человек. Он и есть эго, о котором мы говорили ранее. Он жадность, злость и алочность в максимальном проявлении. Его никогда никто не видел, но все его боятся и знают, насколько он могущественный. Он подобен образу ресторана Дорсия из американского психопата. Иллюзорного места, в которое невозможно попасть. Но сам образ которого можно использовать для хвостоства перед другими. Теперь попробуй заказать себе столик в Дорсии, проклятый ублюдок. Пытаясь угодить мистеру Голду, Мака тем самым подпитывает свою алочность и жадность. Это главная ошибка, которая приводит его к краху. Мака не удалось осознать, что Сэма Голда никто никогда не видел, потому что его нет. Он так и остался в своей ментальной клетке. Ключом к освобождению было бы понимание, что главный враг Мака, он сам, а не другие люди. Но алочность и зависть затуманили рассудок. В финальной сцене может показаться, что Джейк Грин и Мака были соперниками. И в напряженной ситуации победил Грин. Но на самом деле, каждый из них сражался сам с собой. К моменту финальной сцены, Джейк уже избавился от своих страхов и установок. Поэтому он смог победить и превзойти себя. Мака, пленник своих страхов, пал жертвой собственной беспомощности. Персонаж Джейсона Стэтхэма в фильме выглядит слишком идеально. И его путь борьбы с самим собой идеализирован. Он семь лет пробывал в одиночестве наедине со своими мыслями, выявил универсальную формулу в теории, протестировал ее на практике, разработал успешную стратегию и пришел к полному очищению от страхов, установок и соблазнов. В жизни же все не так гладко. Нас постоянно преследуют страхи и сомнения. И от них невозможно избавиться полностью. У нас не так уж много времени, чтобы обдумать свои действия. Приходится принимать решения быстро. В фильме невозможно сравнить с реальной жизнью. Но в фильме герой показывает нам, что он учится не на чужих ошибках, а на собственных. На его примере становится ясно, что не нужно стремиться избавиться от абсолютно всех своих страхов и установок. Нужно устранить лишь те, которые стоят на пути и мешают достижению цели. Фильм «Револьвер» режиссера Гай Рич отнес к жанру интеллектуального боевика. Фильм насыщен метафорами и образными сравнениями. Здесь и отсылки к правилам игры в шахматы, и различные уловки и манипуляции, и психологические концепты. Все это объединено вместе, чтобы сказать одно. Путь к стратегическому мышлению лежит через контроль эго, переосмысление бессознательных установок, борьбу со своими страхами и соблазнами. Джейк перестает быть пешкой на чужом игровом поле, а на поле собственной жизни он становится королем. Он меняет свое положение, переходя из статуса жертвы в статус лидера. Он показывает нам, что жизнь — это борьба, но не с окружающими, а с собственным разумом. Враг находится не снаружи, а внутри. Каждый раз, сталкиваясь со страхами, установками или соблазнами, нужно находить себе силы сказать им «нет» и не позволять этим вещам негативно влиять на отношения с людьми. На протяжении всего фильма и до его событий Джейк проходит тяжелый и рискованный путь. И только в конце он обретает внутреннюю свободу, которая расширяет его угол зрения и позволяет находить правильные решения. Путь борьбы не простой и не быстрый, но в долгосрочной перспективе он приносит свои плоды и позволяет прожить жизнь незамутненную злобой и жадностью. А на этом у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в дураках и быть на шаг впереди. Подписывайтесь на все мои соцсети, которые указаны по ссылке в описании. Некоторые из них вам окажутся особенно полезными. Заходите, знакомьтесь и скоро увидимся.